Девушки отдыхают Кто хочет мебель? Раз, два, три Играем, играем Джона пытается попасть в школьную футбольную команду Есть большая вероятность, что он не пройдет Не теряй мяч Ты сможешь Ты сможешь Заходи Семь маленьких Джонстонов Фарсайд, Джорджия Один упал Ничего Ешь, когда мама роняет попкорн Она его роняет Горячо Чем заняты? Телевизор смотрим Сейчас у нас пустая гостиная Крохотный телевизор на столике И несколько подушек от дивана И два журнальных столика Да, есть над чем поработать Гостиная нашей мечты Это кожаный диван Кожаные кресла Журнальные столики Все новое Неподержанное Красивый коврик Красивые шторы от потолка до пола Что еще? И огромный телевизор Забавно, что все сидят в позах йоги Нам нужно пожертвовать часть налогового вычета на мебель для гостиной Как насчет телевизора? Хочу огромный телевизор Мы обсудим это, когда придет время То есть никогда? У нас нет дополнительных источников дохода У нас пятеро детей И много расходов Я хочу купить мебель Иногда мы покупаем что-то дорогое А потом три недели Едим только фасоли, сосиски Нужно принимать решение с умом Поднимите руки те, кто хочет телевизор Раз, два, три Посчитай обе руки, обе Считается только одна Телевизор! Поднимите руки те, кто хочет мебель Чего вы хотите больше? Диван или большой телевизор? Телевизор, телевизор! Хочу телевизор! Диван! Диван! Я хочу диван, потому что Если мы купим телевизор Нам не на чем будет сидеть Но можно и постоять Мебель, мебель, мебель Телевизор, телевизор Я сказал телевизор Телевизор, телевизор, телевизор Остался еще один ребенок Он ее подкупит Эмма Эмма, ты бы хотела мебель в гостиную Или большой телевизор? Что ты хочешь? Эмма, выбери мебель Просто выбери Выбери телевизор! Телевизор! Боже мой! Мебель проиграла! У нас есть еще один член семьи Джесси? Джесси! Он не голосует! Джесси, нет! Джесси нельзя будет сидеть на диване Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Те, кто голосовал за мебель Могут уходить из комнаты Когда мы будем смотреть телевизор Телевизор, телевизор! Нам не на чем сидеть У нас будет большой телевизор на стене А нам негде будет сидеть Чтобы его смотреть Вот здорово! Но мы купим большой телевизор Потому что этого хочет Наш большой папочка Ты готов? Нет Джона пытается попасть В школьную футбольную команду И мы очень этому рады Гетро нормально надел? Да Они съехали Натяни получше Но мы нервничаем Как думаешь? Он на все 100% Выложится в этом отборе Я думаю, он немного боится Боится, потому что не хочет Или потому что он маленький человек И у него вряд ли получится Пройти в команду Второе, вернее Он будет среди детей Среднего роста Они могут быстрее бегать И ему будет непросто пройти В нашем детстве Нас всегда выбирали В команду последними Как мама, я нервничаю Что Джона Не пройдет отбор в команду Я знаю, что он тренируется И готовится Он бегает И у него неплохо получается Весь в отца Мы не можем пробежать 5 километров Весь в отца Серьезно? Да ладно Я пробегу 5 километров Да ты до машины еле доходишь Не скажу, что мы в лучшей форме Но мы в форме Мы можем лучше Мы можем лучше Можем Но где взять на это время? Всего 8 или 10 детей сдали нормативы Сейчас там будет более 50 ребят Мы, родители, хотим видеть наших детей счастливыми Хотим, чтобы они добивались успеха в своих начинаниях Поэтому я очень нервничаю из-за этого отбора Старайся изо всех сил Это все, что мы можем тебе сказать Тебе точно не нужна вода? Нет Мне не нравится футбол, потому что нужно тренироваться несколько часов подряд И нельзя устроить перерыв и просто поесть Слишком много слов Просто скажи, что ты ленивый и не любишь спорт Ты готов? Да Я знаю, ты справишься Надеюсь Справишься Не нужно надеяться Ты просто сможешь Знай, я горжусь тобой уже только потому, что ты пытаешься Я горжусь тем, что ты пошел на этот отпор Я буду рядом, но если захочешь, чтобы я ушел Я пойму Один ты справишься лучше Да? Да Я люблю тебя Джона намного ниже остальных спортсменов Длина его ноги примерно 36 сантиметров В то время как у других детей она доходит до 80 сантиметров Или даже метра Как дела? Не очень Я маленький человек, и мне было страшно идти в новую школу Но через пару недель страх прошел Через пару недель нам стали относиться как к обычным людям У нас много хороших игроков Мы будем смотреть на вашу игру Не пытайтесь прыгнуть выше головы Просто играйте Много мальчиков хочет попасть в команду И есть большая вероятность, что Джона не пройдет Мы сыграем пару матчей Будем ожидать худшего и надеяться на лучшее Если попросим играть на непривычной позиции, просто смиритесь Я нервничаю, потому что остальные парни вдвое или даже втрое выше меня Но я не буду забивать себе этим голову Играем, играем Хороший пас, молодец Хорошо, продолжай, не теряй мяч У нас в команде никогда не было маленьких идей Это довольно необычная ситуация Отлично сыграли, молодцы В четверг все решим Молодец, Джона Ты тоже Ты крут Спасибо Пожалуйста Дотянешься? Никак дверь не закрою Фокус, показать Подожди Садись Пристегивайся Ладно Готов? Да Держись Ну как? Понравилось? Здорово получилось, да? Вот так я умею Мы с Алексом отправляемся в приключения Мы поедем на склад в Торсерье, чтобы поискать какую-нибудь мебель, которую можно будет временно использовать в нашей пустой гостиной Боже мой Приехали? Да Я вижу газонокосилки, а там велосипед Здесь так интересно Когда я беру Алекса с собой на склад в Торсерье или на свалку, это всегда приключение Но это может быть непросто Он постоянно задает вопросы, постоянно хочет есть и постоянно устает А это что? А это? Видишь что-нибудь? Даже невероятное терпение моего мужа заканчивается, когда он находится рядом с Алексом Ну что, непросто тебе, да? Куча покрышек, куча, куча А это знак «Стоп» Я бы мог регулировать движение Из тебя бы вышел очень низкий знак Этот парень может задать 20 вопросов насчет банки с супом Папа, а фасоль была свежая? Папа, сколько здесь фасоли? Папа, а как выглядит машина, которая кладет фасоль в банку? И так далее Это что? А что за шум? А что там? Алекс, давай забросим тебя туда, и ты посмотришь Не уверена, что смогу выбраться А что там внутри? Ты забирался в контейнер? Папа забрался по лестнице и посмотрел внутрь Вот так Не забирайся в контейнеры Почему? Ты бы забрался? Нет Но если бы он был набит макаронами с сыром, то да Я бы съел их все Фу, какой ужас Только без грязи Отвратительно Надо найти к нему какие-нибудь ножки Оно удобное Есть еще одно Очень удобное Нравится? Да А это с подстаканником Если кресло удобное Итак, если кресло удобное и невысокое, оно идеально нам подходит Заберем их оба Сделаем ножки Почистим Отмоем Ты поможешь мне донести? Не думаю, что смогу Сможешь Я могу его толкать У него нет колесиков Мы можем их потом прикрепить Будет непросто Просто держи на голове Нет, нет Держи крепче Оно весит килограммов сто У меня ноги устали Что? Семь маленьких Джонстонов А что у нас будет на ужин? Наверняка что-то из курицы Наконец-то мы дома Ура! Я голодный как волк Алекс, почему ты всегда голодный? Потому что я очень много играю И энергия очень быстро заканчивается За 10 или 30 секунд Поэтому я всегда хочу есть Что вы двое вытворяете? Мы ездили... На свалку? Что? Для чего это? Вот только не ругайся, пока я не покажу тебе Я уже давно смирилась с тем, что Тренд тащит домой всякий хлам Ругаясь и не ругаясь Он все равно принесет Для чего это нам? Временная мебель, пока ты не решишь, что нам нужно в гостиной Я очень ценю его способность Мастерить вещи самостоятельно Когда я езжу на свалку У меня там глаза разбегаются Когда-нибудь я сам сделаю для нас кровать Из хлама со склада металлолома? Не знаю, может быть и не со склада, может и с другого места Со свалки? В будущем Я не разрешу привозить домой матрас со свалки И стулья тоже Я не залезал в контейнеры, они стояли на земле Ладно Я все понимаю Стулья никак не заменят нам диван Я уверена, что Тренд сможет их переделать И они послужат нам временной заменой Но нам все равно нужно подумать насчет мебели в гостиную Мы можем... Да, нам нужно как следует их отмыть Вот именно Какой-нибудь старик сидел на них по несколько часов в офисе И пускал газы после обеда Представляешь? Спасибо, Нилы, что подумал о мебели в гостиную Идем в дом Алекс, постоянно Нил что хочет есть Он уже мне об этом сказал Внимание всем Спасибо вам за эту неделю Вы знаете, что у нас не так много мест в команде Но я ценю усилия каждого из вас Мы поговорим с каждым из вас индивидуально в кабинете Пойдемте Сегодня я узнаю, попал ли я в футбольную команду Дайте нам пару минут Ладно Я доволен, но все равно очень нервничаю Удачи Тебе тоже Парни, как будете готовы, заходите по одному Брэд, прошел? Да Это один из твоих? Нет Ты задумался Это сын Робби Я жду вместе с другими отцами, чтобы узнать, прошли наши сыновья отбор в команду или нет Прошел? Прошел? Все мне терпится узнать Когда он придет домой, я хочу, чтобы вы все его поддержали Ты сможешь Ты сможешь Сможешь Если Джона не пройдет отбор в школьную команду, он запомнит этот вечер как свою первую неудачу Сегодняшний день надолго отложится у него в памяти Заходи Скажу честно Если сравнивать тебя с другими ребятами Замерз? Да Серьезно? Как все прошло? Хорошо Меня взяли Правда? Да Ты серьезно? Да Давай обнимемся Никто не увидит Давай разыграем маму Скажем, что меня не взяли Ты хочешь разыграть маму? Да Чем это пахнет? Хочешь соус курицы? А можно сыром? Нет Привет Как дела? Хорошо А у вас? Хорошо Ребята Джона дома Так все прошло? Меня не взяли Ну ничего, ты старался Да, ты старался, как мог, усердно занимался Это самое главное Пока не попробуешь, не узнаешь, возьмут тебя или нет Ничего страшного А теперь сообщи маме другую новость Шучу, меня взяли Джона Я знала, что ты сможешь Правда? Да Это была не моя идея Я бы так не поступил Он сам хотел разыграть маму, а я просто согласился Я переживала потом два дня Тебя просто провели Нет Еще раз поздравляю Спасибо Дай я тебя поцелую Я люблю тебя Больно пинаешься Что нужно сказать? Пожалуйста Что нужно сказать? Теперь наш сын футболиста У нас такого еще не было Будем ходить на матчи Да Теперь наши занятия спортом откладываются На них не будет времени из-за футбола Я буду помогать Хорошо Дорогая Что? Мы прошли в футбольную команду Поздравляю Алекс, это куриное филе Ты просто хочешь заставить меня есть Да Это ко мне Привет Привет Проходите Как дела? Куда ставить? Я в восторге от телевизора Я его обожаю Телефон с собой? Нет Сфотографируй Потрясающе Я рад, что вышел по-моему Превосходно Джесс, подвинься У нас роскошные кресла Мы их переделали И теперь они отлично Подходят для нашего роста Это называется неудобное У тебя с подстаканником Да А почему у меня нет? Было только одно такое А что для детей? Подушки Алекс, тебе понравились кресла? Не очень, потому что они на колесиках Мне не нравится Когда нам нужно куда-то, мы можем просто прокатиться на этих креслах Вы можете, а у меня ноги не дотягиваются до пола Классная гостиная Нравится цвет стен? Неплохой Согласна Мне очень нравится Я не думал, что мне понравится, но выглядит неплохо Я хочу мебель для гостиной Однажды у нас будет красивая мебель, которая идеально впишется в нашу гостиную Не могу дождаться этого дня Зато у нас шикарный телевизор Если бы мы купили диван, мы бы просто сидели на нем Нам нечего было бы смотреть Да Программа озвучена студией Арк-ТВ Текст читали Ольга Зубкова и Алексей Войтюк Редактор субтитров А.Семкин